Для одних школьников лето – это время беззаботного веселья, для других – возможность самим заработать свои первые карманные деньги. Планируется, что за три месяца в Ноябрьске будут трудоустроены около 600 несовершеннолетних. Для этих целей рабочие места созданы из средств местного и окружного бюджетов. Среди предприятий, где согласились принять подростков – Дорожно-ремонтное строительное управление. Там уже с 4 июня трудится 30 школьников. Семиклассница Лада Давиденко перволетний месяц решила посвятить труду, причем оплачиваемому. И на пару с подругой устроилась в Дорожно-ремонтное строительное управление. Трудятся девчонки на благо города, убирают от мусора детский парк. Сухих листьев, окурков и прочего добра предостаточно, особенно после праздничных дней или просто выдавшихся теплыми выходных. Фантик, пакеты разные, даже те же скорлупа, семечек. А там дальше, наверху, там ужас. Там бутылки из-под пива, из-под разных спиртных напитков. Поэтому, ну, пакеты выносим, как правило, штук 30 из таких вот больших черных пакетов. Работает Лада и еще 9 школьников в детском парке с 8 утра до 12 часов дня. Их группу из 10 человек закрепили за этой территорией. Остальные несовершеннолетние, а всего в ДРСУ этим летом для них выделено 30 рабочих мест на других объектах. Желающих заработать деньги школьников много, поэтому, скорее всего, каждому удастся потрудиться не больше месяца. Зарплата около 15 тысяч рублей. В зависимости от сложности выполняем работы. Они хотя бы знают, как деньги достаются. А не так вот, что они ходят из угла в угол и ничего не делают, а у мамы с папой денег просят. А так хотя бы они знают, как оно зарабатывается. Предложенная школьникам зарплата – стимул очень неплохой. Поэтому и мальчишки, и девчонки стараются не халтурить и исправно выполнять возложенные на них обязанности. Кстати, не только деньги – главный плюс от таких летних ударных будней. Для ребят это своего рода еще и трудотерапия. Ведь побродив и в дождь, и в жару с веником и пакетом по парку, многие из них перестают кидать мусор мимо урны. С первого же дня, после того, как поубирались, сразу твердо решила, что мусор только в урну. Потому что это очень трудно убираться. И столько мусора, что, мне кажется, каждый должен пройти вот это, чтобы понять, насколько это трудно и что так не надо делать. Ольга Попова, Александр Иванов. Новости нашего города.